Итак, седьмая серия Москва-Тюмень. Ночевка была в Казани, но после небольшой подготовки выдвигаемся так. Движение по Казани в светлое время. На оригинальное аудио буду накладывать свой комментарий. Старт от супермаркета Лента и выезжают на улицу Рихарда Зорге, чтобы на перекрестке, по моему, будет место для разворота на улице Даурская. На улице Рихарда Зорге два супермаркета Лента и Пятерочка. Ночевали у Ленты. Развернулись и по Рихарду Зорге. Положение определено. Положение определено. Чуть попозже, как только выйдем из Казани, прочитаю сообщения, отвечу на вопросы. Что-то я не понял. Так, я не понял, честно говоря. Так, вот сейчас движение по улице Зорге. Впереди левый разворот. Меня немного ввел заблуждение. GPS-приемник. Утренние заторы. День дня денежный. Для детей старше 12 лет. Как известно, время денег. Но иногда бывает времени достаточно, а денег нет. В наше время есть много способов забыть о безденежье. Преклама. Автоломбард 16. Музыка. На перекрестке левый разворот. Осторожно, дети. Ограничение 40. Осторожно, дети. Ограничение 40. Солнце на восток. Рихарда Зорге. С правой стороны будет пятерочка. А с левой стороны место, где... Осторожно, дети. Ограничение 40. Где провели ночь? Кстати, Казань это город 40 километров. На каждом углу ограничение 40. Давно уже на это обратил внимание. Продолжение следует. Конечно. Спасибо за субтитры Алексею Дality. Удачи и суперсинь. Постановится такое коллег trailers! Продолжение следует recently. ВntenгSee трону Альпа стремиться в аккуратности. Впереди перекресток и будет правый поворот до места разворота и движение пойдет по проспекту Я уже свое мнение высказывал по авторским правам на музыкальные композиции и когда слышу музыку в салоне автомобиля меня аж передергивает Одно дело ехать в автомобиле просто и другое дело снимать видео Попробовал в шестой серии Немножко корректировку ввести Но неудачно Как написали Николай Брежнев и Путник 81 Попытка была неудачная Но есть поле для совершенствования Солнце в лицо Ни разметки Ничего не видно Съезд на дублер И правый поворот на проспект Победы Опять музыка заиграла Попробовал в моем Брежнев, чего-то Попробовал , чего-то Доброго Музыка 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 Проспект Победы. Движение до ближайшего места, где разрешен разворот. Место. Разворота и в обратную сторону по Проспекту Победы. С правой стороны горки 3. Проспект Победы. Проспект Победы. Проспект Победы. Проспект Победы. Правый поворот улица Академика Завойского. Проспект Победы. Проспект Победы. Проспект Победы. Район Азина 2. Проспект Победы. Правый поворот на улицу Ламжинская. Левый поворот на улицу Родины. С правой стороны район Азина 2. Проспект Победы. Проспект Победы. Проспект Победы. Проспект Победы. Проспект Победы. РК Азина. Развлекательный комплекс. Красивые дома. С левой стороны цвет золота. Красота. Казань, 2018 год, движение в светлое время, опять включили музыку, у меня нервный озноб от этого. Небольшие заторы на перекрестках, но как таковых пробок нет затора на период работы светофора, так движение свободное, сколько тут полос движения, четыре. С правой стороны район Азина-1. Незначительная облачность. Камера в спину, ограничение 60. С левой стороны МКСК Казань. Это, наверное, ипподром, возможно. С правой стороны район Большие Клыки. Впереди развилка. На развилке сворачиваем и выходим на Мамадышский тракт. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости, ограничение на Мамадышский тракт. 60. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости, ограничение на Мамадышский тракт. Достаточно высокая. Движение по Мамадышскому тракту. Справа Большие Клыки, район. Слева по ходу движения Малые Клыки. Камера в спину, ограничение 60. Мост впереди через реку Нокса. Мост впереди через реку Нокса. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости, ограничение 60. Что-то как такового моста я не увидел. Впереди мобильный пост ДПС началось. Блин. Будем втихаря ехать. Сколько раз говорил запиши на плеер музыкальные ютубовые композиции. Впереди мобильный пост ДПС. С правой стороны чуть-чуть впереди район Самосырово. С левой стороны Константиновка. Это примерно через километр. С правой стороны торговый комплекс Эдельвейс. Я не знаю торговый комплекс или с правой стороны желтый. С правой стороны также стоянка Сельнграсс. Комплекс какой-то. Не знаю что это такое. Ну вот желтое здание супермаркета Эдельвейс. Проехали. Левый поворот на светофоре. На улицу Натана Рахлина. Параллельно дороге идет река Вертелевка. Русло реки Вертелевка. И торговый комплекс Бахетле и Пятерочка. Но тут немножко в стороне не очень заметно. Движение по Казани. Город Казани. Музыка орет. Поэтому убираю ее. Напомню движение по Мамадышскому тракту. Небольшая облачность. Но никак не влияет на условия движения. Вполне приличное дорожное полотно. Разметка. Местами колейность заметна. Не могут пока строить, чтобы не напортачить. Продолжение следует. Продолжение следует. Солнце в лицо немного картинку портит, чтобы рассмотреть места, по которым проезжаем. Но если бы не поляризационный фильтр, который стоит на датакаме, было бы вообще кисло. Вот начался ускоренный участок. Впереди мост через реку Миша. Так, что-то я поспешил немножко. Так, до реки еще далеко. Впереди камера. Ограничение 90. Но впереди съезд на трассу М7. Просто не могу сейчас сориентироваться, потому что приходится толпанная музыка. Так, блин, кипивуны. Так, ворчать что-то я начал. Ладно, пока ловит FM радио, я почитаю. То, что поступило к этому времени в комментариях. Так, путник 81 написал. Если в следующий раз будете делать что-то с изображением, то лучше изменить гамму, а не яркость. И цвет можете сменить только на то значение, на которое затемнено лобовое стекло машины с завода. Да, я уже сказал, что для совершенствования от обработки видео огромное поле деятельности. Я никогда не пользовался этими настройками. Надо будет немножко поизучать, скажем так. Николай Брежнев. Мое мнение, лучше корректировку не использовать. Получилось как в тумане. Цвета неестественны. Да у вас и так регистратор в ночное время неплохо снимает. Особенно на освещенных улицах. Ну вот, прокололся я. Хотел как лучше. Получилось по черному ордену. Николай Брежнев. Александр посмотрел шестую серию и увидел, что после Батайска в районе платной дороги время час тридцать пятьдесят девять, час тридцать один ноль ноль мы встретились с вашим сыном. Можно сказать, на трассе М4 произошла встреча двух каналов, которые посвящены дорогам в России. Я, скажу честно, был удивлен, что вот на трассе можно было такое разглядеть. На самом деле, очень кропотливая работа. Много труда положил Николай поймать на трассе, совместить все это по координатам достаточно непросто. Я думаю, что со временем... Ну, я ВКонтакте уже ответил, что со временем, когда везде интернет будет надежно работать, когда по всей России установят нормальный интернет, вот тогда, я думаю, встречи на трассах будут проходить гораздо чаще. На стоянках или на привале где-нибудь можно будет кучковаться, когда создастся косяк водителей, которые пользуются интернетом. Ну, в общем, вы поняли, что это будет интересно и поучительно. У меня был случай интересный давно, правда, года, может быть, три тому назад, выполнял маршрут, по-моему, Хабаровск-Якутск или Хабаровск-Москва, сейчас вот не могу точно вспомнить. И перед Хабаровска, перед поворотом на Якутск, есть стоянка. Там кафе, гостиница, место такое, чтобы можно было отдохнуть, остановиться на привал. Вот я останавливался там на ночевку, утром стартовал. После того, как разместил видео, мне пришло сообщение. Один из пользователей написал, сейчас не помню логин его. Примерно такого содержания, что примерно через 30 минут после того, как я уехал, он подъехал на это место. Но, говорит, на видео попали его друзья, которые уехали чуть вперед. И они на кадрах этого видео есть. Вот такая была встреча, он увидел своих друзей, но сам, к сожалению, к большому сожалению, немного опоздал. Но, а только была бы какая-то точка соприкосновения в интернете, вместо кучкования, то, я думаю, гораздо будет интересней, когда подписчики, там, пользователи YouTube канала смогут на привале пересекаться, общаться. Но это дело не сегодняшнего дня, к сожалению. Сейчас была попытка организовать онлайн-трансляцию из окна поезда Иркутск-Москва. Но что получилось, вы сами можете вконтакте посмотреть. Отвратительный интернет, отвратительная связь. Много разговоров о цифровом телевидении. Много трендежа о том, что везде по всей стране 4G интернет. Так и охота вот закричать этим айфонщикам. Немного на землю спуститесь. О чем вы говорите? Что вы несете? Мобильной связи, блин, ни хрена нету. Вы какие-то замки строите воздушные. Сколько у нас операторов, телефонных операторов? Единственный оператор, кому я более-менее доверяю, который более-менее обеспечивает связь, это мегафон. У него и покрытие не везде, допустим, уверенное, но, по крайней мере, мегафон, сколько я ездил по стране, везде мегафон присутствует. По крайней мере, на телефоне определялась станция мегафона, и какая-то связь была. Не знаю, я не проверял, интернет был или нет, но связь была. Не Билайна этого, извиняюсь за выражение. Ладно, не буду называть. Это не оператор, а черт знает кто, мошенник на мошеннике. Снимают деньги, не предупреждая, не информируя. Грохнули деньги и все. Потом начинают извиняться. Знаете, ваши извинения оставьте себе на закуску. Разошелся я? Конечно, разошелся я. Потому что вот вспоминаю ситуацию, когда вот едешь, и на самом деле уже нерв сил нету, все деньги сожрал этот Билайн. Вроде бы связь есть, а связаться не можешь. И вот я сейчас знаю по информации, очень многие оставляют и уходят с этого Билайна. И правильно делают. И МТС туда же. Вот единственные два оператора, которым есть доверие у меня, это вот Мегафон и Теледва. Теледва активно развивается. Надеюсь, что в скором времени он покроет ромингом всю Россию. И интернет будет более-менее нормальный. И связь. То же самое я и про Мегафон могу сказать. А все вот эти вот Билайны и МТС давно уже пора на свалку в топку какую-нибудь. Извините за пафос. Я просто вот не могу сдержаться, когда вспоминаю ситуацию с телефонной связью на трассе. Так, читаем дальше. Ядро, ядро. Ну все. Спасибо Вам за группу ВКонтакте, за онлайн режим. Буду следить старты Валентина из окна поезда. Передайте ему. Ядро, ядро уже на стреме. Выкладывание Валентином из окна поезда. Спасибо за новое в Вашем канале. Так это онлайн. В онлайне. Следить старты Валентина из окна поезда. В группе ВКонтакте. Так что передайте Вы ему это. Вадим Дмитренко отвечает. Пишет. Десять раз перечитал, но примерно понял о чем речь. Я тоже примерно так же. Так. Я написал ВКонтакте ядро, что что-то не наблюдаю его активности. На ВКонтакте. Николай Межисаров пишет. Какие сейчас цены на бензин 92-й. Путник 81 дает ссылку Николаю Межисарову. Ссылка. Заходи и смотри цены по регионам. Можно выбрать по трассам. Замечательная ссылка. Пользуйтесь. Путник 81 написал. Я проехал с Востока на Запад в середине сентября. Красотища. Дороги хорошие. Правда ремонта было много. Но это только радует. Путник 81. В Соловья баснями не корми. Видео где? Красиво. Знаем что красиво. Видео, видео, видео давай. Артем 33 пишет. Будем ждать видео с нетерпением. Правильно. Потом меня критикуют. Николай Межисаров спрашивает. Часто ли останавливают. Ну пусть Валентин отвечает на эти вопросы. Его остановили перед Тюменью, по-моему. Что-то там было. Так, Николай Межисаров пишет. Как-нибудь покажите дорогу Тюмень-Хабаровск. Вдруг получится. Заранее спасибо. Вдруг у вас такой маршрут будет. Просто интересно сколько займет дней пути. Ну а Тюмени до Хабаровска у меня не было. У меня от Екатеринбурга до Владивостока есть видео. Я уже не помню сколько там. Дней 10 наверное. Можно посмотреть. Путник ему отвечает. Примерно 9 дней выходит Тюмень-Хабаровск. Можно конечно и побыстрее, но лучше не лететь. Посты ДПС есть, но мало. А за Читой до Хабаровска ни камер, ни постов. Я проехал почти через всю страну туда и обратно. Ни один патруль не останавливал. Полностью поддерживаю Путника. Совершенно точно. От Читы до Хабаровска. Я тоже ни разу не встречал ГИБДД. Иногда они стоят возле Могуча. Иногда выходят на трассу. Но это крайне редко. Там стоянка на трассе для дальнобойщиков. Такой пятачок. Но должен сказать, что по трассе все таки они передвигаются. Может быть скрытно. Но трасса под наблюдением. Так что пусть особо кто-то не обращается. Так. Николай Менжесаров пишет. Спасибо. Просто на следующий год планирую либо поездом или на машине ехать. Еще не знаю. Хочется родину увидеть. Какая сейчас. Какая сейчас. Уезжали из Комсомольска на море. Мне было 14 лет. Это был 92-й год. Не знаю. Как дешевле будет. Поезд или машина. Я вот отвечаю Николаю Менжесарову. Возьми пример спутника 81. Проедить Россию вдоль и поперек. Того удовольствия. Того наслаждения. Которое можно получить в автомобиле. Через всю страну. Ни на поезде. Ни на самолете. Не получишь. Я бы рекомендовал только вот. На автомобиле. Ну а дешевле не дешевле. Трудно сказать. Ну и примерно цена одна и та же будет. Вадим Дмитренко. Николай Менжесаров написал. В зависимости сколько пассажиров с вами едет. Если вы один. То дешевле выйдет на поезде. Но с машиной ограничений меньше. В плане выбора направления и времени. Ну вот правильно. Вадим Дмитренко написал. Путник 81. Меня за 8 лет только один раз ДПС останавливал. Документы проверял. А так сколько ездил ни разу. Я еще шутил. Говорю если не хотите сталкиваться с ГИБДД. Берите меня с собой в качестве талисмана на удачу. Путник 81 отвечает Вадима Дмитренко. В тот момент. Момент в том что на восток ехал на украинских номерах. Был морально готов к остановкам ДПС. А вышло так что только взглядами провожали. А обратно были некоторые посты в местах ловушках. Спасибо дальнобойщикам предупреждали. В основном по Сибири и по Волжью. Много мобильных камер. Пару раз влетал на пределе, но пронесло. Штрафы не пришли. Вадим Дмитренко отвечает Путнику. Насчет Сибири это да. Тенденция сейчас к этому идет. Камер все больше и больше становится. Сейчас за железнодорожные переезды еще взимались. Камеры, акустические системы и тому подобное. В общем движемся мы куда-то. Ну я рад что вот идет такое живое общение. Люди обмениваются информацией. Так приходится комментировать потому что в салоне орет музыка. Вернемся значит. Комментариям. Кстати я одним глазом посмотрел недавно свое видео. Это Владивосток Москва. Когда шло строительство трассы Амур. Это по моему лет 7 тому назад было. Наверное переделаю этот участок. От Хабаровска. Да нет наверное даже и от самого Владивостока. Когда движения еще трассы не было. Прямая дорога только строилась. Владивосток Москва. Через Уссурийск проходило движение. Конечно те условия которые были тогда и сейчас. Они просто. Их трудно сравнивать. Особенно впечатлил меня вот этот участок. На трассе Амур. Где на участке шло строительство. В каких условиях приходилось двигаться больше грузом. Дальнобойщиком. Вообще кошмар конечно. Но это архив. Это история. Это. Наверное больше. Наверное больше. Да нет наверное больше таких видео нету. Вот когда шло строительство. Может быть фрагментами есть. Такие участки. А вот. Все трассы. К сожалению больше. Больше. Больше я не нашел. Так что будет возможность. Будет время. Возможно. Переделаю. Для сравнения. Просто. Посмотреть. Как старые. Хроникальные кадры. Так. Движение по трассе М7. В салоне орет музыка. FM. Работает уверенно. Принимает уверенно радиостанции. Ну а я наверное. Из фанатики. Ютуба. Наложу музыкальные композиции. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова